Из прошлого в будущее два года и привычная библиотека имени Пушкина на Светландской 55 стала первой молодежной. Бук ломает систему и разрушает стереотипы о современном обществе. Я всегда смущаюсь, когда мне говорят, что я библиотекарь, потому что, наверное, настоящий библиотекарь, он сидит, он выдает книги. У меня сейчас, скажем так, должность моя, называется куратор по образовательным проектам. И это моя сейчас основная деятельность. То, как выглядят, а главное, что дают бук другие обновленные не только снаружи, но и изнутри библиотеки Владивостока, главный реформатор библиотечной системы в России и основатель сайта о книгах и чтении Горький Борис Куприянов называет титанической работой. Если уж куда приезжать в Россию, учиться, как должна быть библиотека, надо приезжать в Владивосток, а не из Владивостока, это совершенно точно. К слову, для гостей Бука Борис Куприянов прочтет лекцию. Взаимодействие городского пространства и книг сегодня он считает одной из самых важных и актуальных тем. А у жителей Владивостока уже есть возможность ощутить на практике то, насколько удобно и интересно может быть в современной библиотеке. Можно вот сидеть около, вообще на рабочем месте сидеть и слышать, как люди проходят мимо наших окон и говорят, ой, это здесь библиотека. На самом деле читатели заходят и первое впечатление у них, конечно, как у вас здесь стало светло, как стало красиво. Новое это есть новое. В первой молодежной можно найти любую интересующую литературу. Все от классики до графических романов и комиксов. Скоро обещают запустить в оборот и иностранную периодику. А помимо бумажных книг, посетители библиотеки могут бесплатно пользоваться такими крупными онлайн-сервисами, как Литрес и Букмейт. Юные читатели уже готовы возвращаться сюда снова и снова. Потому что очень красивый интерьер, много новых книг и они все красивые. Вдохновляет на чтение и вообще на изучение всего. Мне тоже понравилась библиотека, потому что она обновленная. Она не такая, как по стереотипам. Тут много книг. Есть книги, которые я в других библиотеках не могла найти. Ну, тут все новое. Сама атмосфера, которая тут по сравнению с школьной библиотекой, то есть это не сравнительно. Стать буковцем может буквально каждый житель города и края. Здесь нет никаких специальных ограничений. Как и во всех библиотеках Владивостока, в Первой молодежной действует новая система, где читательские билеты выдают в виде пластиковых карт. А если количество посетителей будет расти, то библиотека будет работать хоть до полуночи. А еще в Первой молодежной разрешают читать даже вот так. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на восьмом.